Добрый вечер, коллеги, завершился. Второй матч серии. Сергей Юрьевич Решкин, тренер «Динамо». Наставник сочинца Вячеслав Геннадьевич Пуцаев. Попросим тренеров подвести итоги матча. После перейдем к вопросам. Сергей, еще вам слово. Ну, всех, наверное, сначала с праздника поздравить, да, мужчин. Сегодня, я думаю, всем понравилось. И с обоих сторон были мужики, которые бились, старались. Нам, наверное, больше повезло. Вот, вроде все. Спасибо. Сергей Слава Геннадьевич. Ну, хотел бы также поздравить всех с праздником. Всех мужчин. Сегодня мы допустили на одну ошибку больше, нежели соперник. И не реализовали свои моменты. Счет 0-2 в серии. Сейчас серия приезжает в Москву. Будем готовиться. Понятно, что ситуация, так скажем, более комфортная для соперника. Но, тем не менее, здесь мы должны уже, как говорится, умирать. Спасибо. Коллеги, вопросы? Пожалуйста. Виктор Латненко, пресс-служба хоккейного клуба Сочи. Вячеслав Геннадьевич, сегодня команда хорошо комбинировала, подолго находясь в чужой зоне. Но не кажется ли вам, что не хватило человека, который был готов нанести решающий бросок? И мне это не хватило элементарного везения просто? И что вы предлагаете? Ну, как, да, вот, больше бросать, потому что, вот, было сегодня новая ситуация, когда, вот, ну, просто бросок. Наверное, да, я с вами где-то соглашусь. Действительно, очень много было комбинационной игры, но не было, как и в первом матче, не было вот именно остроты нападающих с влезанием на ворот, с броском. Почему? Потому что в этих играх, в играх плей-офф, ну, никто не даст играть по чистому льду. Здесь нужно уметь именно играть вот такой хоккей, силовой хоккей, вылезать из борьбы, вылезать, именно идти на обострение. Спасибо. Пожалуйста. Александр Салаев, пресс-служба хоккейного клуба Сочи. Сергей Ильич, не кажется ли вам, что трудно будет настроить команду на игры дома после двух побед в гостях? Это будет сложно? Вопрос, конечно, интересный, но 80% в команде прошли огонь, вода и медные трубы. И потом, и кроме доказали, два губка выигрывали. Я думаю, им ничего не надо говорить. Спасибо. Спасибо. Олег, еще вопросы? Спасибо. 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 Спасибо.